Глава двадцать седьмая Чудеса в решите При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, Изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Марк, глава первая, стихи тридцать два-тридцать четыре Так, одним махом, Иисус приобрел солидную репутацию, во всяком случае, в Галилее. Однако наш Бог был не таким человеком, чтобы на этом успокоиться, Тем более, что у него в запасе имелось полное решето всяких чудес. Едва Иисус вместе с толпою восхищенных капернаумцев вышел из синагоги, К нему устремился Симон Камень и воскликнул так, чтобы его услышали все окружающие. «Господи, беда стряслась!» «Что такое?» — спросил Иисус. «Ты знаешь, Господи, что моя семья живет в Ифсаиде?» «Знаю. Но семья жены моей живет здесь». «В самом деле, припоминаю, ты мне что-то рассказывал, что женился на девице из Капернаума». «Так и в чем же дело, стрина? Ты шо, с ней несчастлив?» «Я сейчас не о ней». «Так о ком же?» «О своей тещи. Старушка где-то подхватила горячку. Я боюсь, как бы она не приставилась». «Твоя теща?» «Да, Господи». «Ничего не понимаю. Заболела теща, и ты из-за этого портишь себе кровь. Странно». «Вовсе не странно, Господи. Моя теща всем тещам теща. Истинный клад». «То есть теща на теща не похожая». «Вот именно, Господи. Добрая старушка дорога мне, и я прошу тебя исцелить ее». «Ну что ж, не могу тебе отказать, старина. Веди меня к этой феноменальной теще». Симон Камень, не дожидаясь повторного приглашения, направился к дому больной, и сын голубя последовал за ним. Вскоре они вошли в дом. Это была скромная хижина. Теща, о которой шла речь, лежала на жиренькой подстилке и бредила. Горячка трепала ее не на шутку. При виде Иисуса больная понесла уже совершеннейшую чушь, однако миропомазанный не обиделся. В общем-то, он был добродушным парнем. «Видишь, она уже не знает, что говорит», — пробормотал один из сыновей рыбака Ионы. «Это ее горячка нас всех обеспокоит. В бреду она болтает такое, что хоть святых выноси. И так с утра до вечера и с вечера до утра». «Да, это серьезно», — согласился Иисус. Он пощупал убольной пульс, а затем обратился к горячке точно так же, как к нечистому духу в синагоге. — Горячка! — воскликнул он. — По какому такому праву вселилась ты в тело этой превосходной женщины? Однако язык у горячки, видимо, был не так хорошо подвешен, как у нечистого духа, и она ничего не ответила. — Горячка, горячка! — снова воскликнул Иисус. — Ты что молчишь? — Почуяла, кто я такой? А ну, пшла вон, да пошевеливайся. Произнеся эти слова, он схватил больную за руку, приподнял ее и одним своим прикосновением вернул изможденному телу и силы, и жизнь. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Марк, глава первая, стих тридцать первый. Итак, горячка исчезла, не оставив даже обычной в таких случаях слабости. В тот же миг теща Симона Камня поднялась на ноги и, вспомнив про горшок на плите, побежала на кухню, чтобы снять пену с бульона. Еще через несколько минут здоровая, как лошадь, теща уже накрывала стол и подчевала своего зятя и всю честную компанию. Это было уже вторым чудом подряд. Капернаумцы не успели опомниться. Господи, возможно ли такое? Судачили кумушки. Что же это за человек, который одним своим словом изгоняет бесов и болезни? Теперь уже все смотрели на Иисуса, как на волшебника экстракласса. Но никто даже не подозревал, что своей способностью творить чудеса он обязан божественному папе-голубю. Впрочем, объяснил он толпе, что его отец — птичка небесная, и это никого бы не удивило. Как бы там ни было, всевозможные больные, прослышав о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом, задрожали от радости и загорелись надеждой избавиться, наконец, от своих страданий. Однако им пришлось ждать, пока солнце не зайдет и день не окончится. Потому что суббота у евреев считалась священным днем отдыха, когда человек по закону не мог даже вправить себе вывихнутую ногу. Это ведь тоже была работа. Но едва солнце зашло, улицы Капернаума заполнились толпами коллег. Горожане никогда еще не видели подобной процессии. Они словно очутились в каком-то кошмарном царстве уродов. Малярики тряслись всем телом, бесноватые бились в эпилептических припадках, сумасшедшие корчили мерзкие рожи на потеху городской детворе. Большинство выставляло на показ отвратительные язвы и уродливые опухоли. Несчастные, одержимые пляской святого Витта, вертелись в жутком хороводе, среди которого везли на тележках неподвижных паралитиков. На этом карнавале не хватало только обезглавленных собственной головой-подмышкой. Вскоре бурлящая толпа осадила дом Симона Камня, где, по имеющимся сведениям, остановился великий врачеватель. — Рави! Рави! — взывали калеки. — Сжалься над нашими страданиями, исцели нас! Иисус не заставил себя долго упрашивать. Учитывая, что чудеса ему ровным счетом ничего не стоили, торговаться с несчастными просителями было бы просто неприлично. Итак, выстроив пациентов, Иисус начал прием. Он прикасался к страждущим рукою и излечивал их одним словом. Проще не придумаешь. Когда подходила очередь бесноватого, Иисус приказывал бесу покинуть захваченное им тело. Нечистый дух изрыгал в ответ такие хулы, Что волосы шевелились даже у лысых. Однако не смел ослушаться и выходил прочь через рот или через ноздри. При этом черт не забывал воскликнуть. — Ангел, меня побери! Ну и силен же ты, если сумел одним словом Выставить меня из моего жилища. Поистине ты не простой пророк, а сын Божий. Ходячее слово не слишком обольщалось подобными комплиментами. Напротив, оно было оскорблено тем, Что нечистые духи так бесцеремонно разоблачают его божественное инкогнито. Евангелие подчеркивает, что он угрожал дьяволам И запрещал им говорить о том, что они знают, То есть о том, что он Христос. С первого взгляда такое поведение может показаться странным. Однако достаточно немного поразмыслить, Чтобы понять, насколько оно было логичным. Выдавая себя за простого смертного, Иисус восхищал современников как непревзойденный целитель. И наоборот, если бы они узнали его истинное происхождение, Все его чудеса не принесли бы ему никакой славы. Для того, кто из ничего создал целый мир, Излечить лихорадку или выпрямить искривленный позвоночник, Не ахти какое достижение. Миропомазанный занимался исцелениями целую ночь. Он не отступал даже перед самыми тяжелыми случаями. Какой бы увечный или больной к нему не явился, Он простирал руку, и недуг исчезал. Такое изобилие чудес заставило призадуматься евангелиста Матфея. Возник вопрос, Что делал Иисус со всеми бесчисленными болезнями, От которых он освободил людей. И Матфей пришел к выводу, Что божественный исцелитель принял их на себя. В самом деле, чудеса этого дня, по его словам, Были свершением пророчества Исаии. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Матфей, глава 8, стихи 14-17 Как известно, Иисус явился на нашу планету, Чтобы взвалить себе на спину все грехи рода человеческого. Не следует забывать, что над каждым из нас Тяготело бремя первородного греха, Совершенного Адамом и Евой, Когда они съели в земном раю яблоки, Нарушив строжайший запрет своего Бога Отца. Тогда Бог Яхве сказал, Вы впали в грех. Так и вот, чтобы впредь было вам неповадно, Отныне весь ваш род будет страдать от болезней, Которых вы никогда не знали. А самое главное, отныне вы все будете умирать, Вместо того, чтобы пользоваться обещанными вам благами вечной жизни. Исходя из этого положения Библии, Иудеи смотрели на больных, как на людей, Которых Бог карает за какие-то тайные грехи. Первым качеством праведника поэтому считалось безупречное здоровье. Вот почему Иисус и занялся исцелением больных, Ведь таким образом он очищал от грехов их души. Когда последний калека ушел, Бросив у двери Симона Камня ненужные ему костыли, Уже занимался день. Иисус за всю ночь не сомкнул глаз. Он поднялся и побрел через спящий Капернаум, Отыскивая какое-нибудь уединенное место для утренней молитвы. Но, видно, в книге судеб было написано, Что в этот день ему не дадут ни минуты покоя. Едва жители Капернаума продрали глаза, Они заметили исчезновение своего исцелителя И бросились на его розыске. Особенно отличился Симон Камень со своими приятелями. Они проявили такую прыть, Что первыми отыскали погруженного в размышления Иисуса. «Радуйся!» Закричали они. «Теперь все в порядке. Слава твоя неоспорима. Твои чудеса привлекли к тебе толпы сторонников. Люди толпами ищут тебя и требуют новых чудес». «Нет уж, для одного раза достаточно», — возразил Иисус. «Хорошенького понемножку. К тому же капернаумцы и без того Удостоились моих милостей сверх меры. А я спустился на землю не только ради них. Есть другие деревни и города, Которые нуждаются в моих услугах. Пора в путь». Едва он произнес эти слова, Как толпа, следовавшая за его учениками по пятам, Окружила Иисуса со всех сторон. Его пытались убедить, Что в капернауме ему будет лучше, Чем где бы то ни было, Что ему отведут приличную квартиру И будут кормить на убой за счет города, И что вообще здесь он будет себя чувствовать, Как рыба в воде. Особенно настойчиво уговаривали его женщины. Не было ни одной, Которая не пыталась бы соблазнить Иисуса. Они делали лукавые гримаски, Ластились к нему и мурлыкали, Как влюбленные кошечки. «Вот увидите, Равви, Каким вниманием и заботой мы вас окружим, И ваша жизнь будет полна такого тепла, Такой неги. В других городах вы можете столкнуться С грубиянами, Которые будут вас оскорблять, Как в Назарете, А у нас вас будут холить, Нежить, баловать, Чествовать, любить. Да-да, мы все вас будем любить». Иисус был очарован столь многообещающими просьбами, Однако оседлая жизнь, как известно, Была ему не по вкусу. «Душечки», — ответил он игривым капернаумком, «Вы поистине прелестны, И, право же, я вряд ли найду Где-нибудь еще такой радушный прием. Я бы с удовольствием задержался В вашем приветливом капернауме, Но, увы, мой долг призывает меня, Овечки мои. Я обязан принести свет Моих скромных дарований тем, Кто его лишен, Поэтому прошу меня извинить». Решимость Иисуса была непоколебима, И никакие заигрывания не могли его удержать. Капернаумские кумушки, Особенно содержательницы Харчевин, Не зря хотели, чтобы Иисус остался. Они прекрасно понимали, Что слух о чудесных исцелениях Привлечет в город, Где остановился чудотворец, Многочисленных гостей, И Капернаум быстро превратится В самый модный курорт Тивериадского озера. Если бы Иисус остался в Капернауме, Будущее города было бы обеспечено. Все жители это понимали. Мужчины уже предвидели Блестящие сделки, Женщины предвкушали Сладость грядущих побед И мечтали об ужинах В отдельном кабинете И бриллиантовых ожерельях, Оставленных на память Заезжими иностранцами. От всего этого им пришлось отказаться. Все их надежды рухнули, Как карточный домик, Когда ходячее слово В последний раз торжественно поклялось Не иметь постоянного места жительства Ни в одном из городов. Иисус попрощался с капернаумцами С отменным изяществом, Обещал к ним вернуться И удалился. Смотри Евангелие от Марка Глава 1 стихи 28-39 От Луки Глава 4 стихи 38-44 Глава 28 Чудесная рыбная ловля И продолжение исцелений Симон сказал ему в ответ, Наставник, Мы трудились всю ночь И ничего не поймали, Но по слову твоему Закину сеть. Сделав это, Они поймали великое множество рыбы, И даже сеть у них прорывалась, И дали знак товарищам, Находившимся на другой лодке, Чтобы пришли помочь им, И пришли, И наполнили обе лодки, Так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр Припал к коленям Иисуса И сказал, Выйди от меня, Господи, Потому что я человек грешный, Ибо ужас объял его, И всех бывших с ним, От этого лова рыб, Им пойманных, Так же и Якова, и Иоанна, Сыновей Зеведеевских, Бывших товарищами Симону, И сказал Симону Иисус, Не бойся, Отныне будешь ловить человеков. Лука, глава пятая, стихи 5-10 Выйдя из Капернаума, Иисус пошел вдоль берега озера на север И остановился в деревушке Вифсаиде, Откуда были родом его первые ученики. Нам уже известно, Что Иисус познакомился на берегах Иордана Симоном, Которого назвал Петром, То бишь камнем, И братом его Андреем, Сыновьями Ионы, А так же с Иоанном, Сыном Зеведеевым, С Филиппом, Неизвестного происхождения, И с Нафанаилом, Сыном Бартолмея, Отсюда Бартоломей Или Варфоломей. Все они, За исключением Варфоломея, Были родом из Вифсаиды, Где вели скромную жизнь Простых рыбаков. Приглашая своего учителя В родную деревню, Первые ученики надеялись Завербовать там новых сторонников. У малютки Иоанна, в частности, Был старший брат. Священное Писание Называет его Иаковым Старшим. Этого не пришлось долго уговаривать. Иоанн рассказал ему О беспечной жизни попрошаек, Которые могут ничего не делать, О блестящей славе, Ожидающей каждого, Кто к ним примкнет, И тут же обратил братца В свою веру. Теперь у Иисуса Было уже шесть учеников. Некоторое время Они провели в Вифсаиде, Где их пребывание Было отмечено Одним необычайным происшествием. Вифсаида, по числу жителей, Не могла и равняться С Капернаумом. К тому же, Это было одно из самых Бедных селений на всем озере. Вообще, Земляки учеников Христовых, Как правило, Были нищими. А эти Кормились одной рыбной ловлей, То есть, Едва сводили концы с концами. Тем не менее, Ученики-рыбаки Были рады Вновь повидать места, Где они впервые Увидели свет. Им даже захотелось Стряхнуть стариной И снова взяться За свои сети. Но прошло уже Столько времени, И, естественно, У лентеев Не осталось Никакой сноровки. Симон Камень, Или попросту Петр, Если вам это больше нравится, Стал зачинщиком Всей истории. Однажды вечером, Когда Иисус Отправился погулять В окрестностях, Петр принялся Уговаривать своих коллег. — Послушай, Яков Старший, Сказал он, А что, Если нам Порыбачить Сегодня ночью? Тогда утром Мы покажем Нашему учителю, На что мы способны. Ну, и что ты скажешь? — Идет, Согласился Яков. Папаша Зеведей Даст нам Свою лучшую лодку, А сети моя сойдет. Наварим такой ухи, Что пальчики оближешь. — Вот будет здорово. И мы с вами, Закричали Андрей, Филипп и Малыш Иоанн. Даже Варфоломей, Единственный, Кто не был рыбаком, Горячо поддержал Эту идею И с радостью Присоединился К экспедиции. Наспех, Кое-как подштопав Ветхие снасти, Все шестеро Заявились К Зеведею, Отцу Якова-старшего И маленького Иоанна. Привет, папаша, Сказал один из сыновей. Ну, как дела, Старина? — Помаленьку, Детки, Помаленьку. Мы видели, Как ты недавно Возвращался с рыбалки. Значит, Ночью ловить Больше не будешь. — Да, Навряд. К тому же Погода такая, Что не стоит И выходить В море. Так местные жители С гордостью Называли свое Крохотное Тивериадское Озеро. — Когда Вытаскивал Лодку, Ветерок Уже Поддувал. Сверху Рябь, Вся рыба Ушла На середину В глубину. Так что Ночью Хорошего Лова Не жди. — А мы Как раз Хотим Попросить У вас Лодку На ночь. Вступил В разговор Симон Камень. — Одолжите Нам Вашу Посудину Папаша Зеведей. Утром Мы ее Вам Вернем. Папаша Зеведей Поднялся, Вышел Из хижины, Стоявшей На самом Берегу, И, Как полагается Старому Морскому Волку, Внимательно Осмотрел Горизонт. — Пожалуй, Наконец Изрек Он, Лодку Я Дам С охотой. Море Чуть Теребит Для прогулки В самый раз. А вот Что касается Рыбы, То скажу Прямо Не поймать Вам Сегодня Пискаря, Так что Лучше Не надейтесь. — Погода Может Перемениться, А кроме того, Часто Самый Хороший Улов Бывает Тогда, Когда Меньше Всего На него Надеешься. — Пусть Будет По-вашему. За Лодку Я Не боюсь. Андрей И Яков И Симон С ней Справятся. В Добрый Путь, Рыбачки, Желаю Вам Удачи. Шестеро Молодцев Только Этого И добивались. Грячо Поблагодарив Старика, Они Обещали Непременно Вернутся Завтра До Полудня. Папаша Зеведей, Сдвинув Шапку На Бекрень, Вернулся В свою Хижину, Насмешливо Насвистывая Модный Псалом. — Вот Дурачье! — воскликнул Он, Оставшись Один. — Лучше Бы Послушались Старика Зеведея. Теперь Будут Мокнуть Всю Ночь, И Пусть Меня Повесят, Если Они Выловят Хоть Одну Лягушку. А Шестеро Друзей Уже Орали Вдали Развеселую Песню Лодочников. Несколько Минут Спустя Якорь Был Поднят И Плыви Мой Челн. Однако Старый Лис Зеведей Оказался Прав. Сколько Они Не забрасывали Сети, Даже В самых Глубоких Местах Ничего Не Попадалось. На Посередине Озера Они Попробовали Тянуть Сеть За Лодкой, Поставив Все Паруса. И Снова Ничего. Вернувшись К берегу, Они Начали Скрести Сетями По Самому Дну. И Опять Пусто. Впрочем, Не Совсем. Из Прибрежной Тины Бравые Рыбаки Выловили Несколько Старых Кастрюль, Какие-то Лохмотья, Пару Дохлых Собак И Целую Коллекцию Битых Горшков. Когда Взошло Солнце, Все Шестеро Были Измучены, Обозлены, Голодны, Мокры И Грязны, Как Черти, А в Лодке Хотя Один Пискарь. Смущенные И Раздосадованные, Они Не Решались Смотреть Друг Друг В Глаза. В Гробу Я Видел Такую Ловлю, Ворчал Яков Старший. Да, Этот Чертов Папаша Зеведей Своё Дело Знает, Подлил Масло В Огонь Филипп. Не То, Что Мы. И Что же Касается Рыбы, В Этам Симон Дока, Согласился Маленький Иоанн. Теперь Не В Нем Дело, Отрезал Симон Камень, А Вот Что Скажет Наш Учитель, Когда Узнает, Что Мы Конетелились Целую Ночь И Наловили На Уху Только Дохлых Собак. И Пока Они Обменивались Горестными Замечаниями, Иисус Действительно Появился На Берегу В Нескольких Шагах От горя Рыбаков. Попались, Буркнул Андрей, Теперь Держитесь. Иисус Приблизился. Смотрите-ка, Сказал Он, Вам Что, Снова Захотелось Рыбки Половить? Да Не То, Чтобы Рыбки, Смущенно Ответил Симон Камень, Да Просто Ночь Была Хорошая, Вот Мы Решили Покататься На лодке, Ну, Заодно И сети Забросили, Нет, О булове Мы Не думали, Просто так, Для смеха, Погода Для рыбной Ловли Неподходящая. Вижу, Вижу, Насмешливо Проговорил Иисус, Вместо Рыбы Попались Одни Старые Тряпки И битые Горчки, Но, Может быть, Вы ошиблись, Забрасывали сети Не там, Где надо. Пробовали Вы Тянуть Сеть За лодкой На середине Озера? Еще Бы, Ну, Именно, Опять же, Для смеха, Шутки Ради. И Там Не повезло. Странно, Странно, Я готов Спорить, Что рыба Сегодня Только и Ждет, Чтобы Попасться В сети. Яков Старший Приставил Ладонь Козырьком Колбу, Чтобы больше Походить На своего Отца Зеведея, И тоном Знатока Ответил Прошу Прощения, Учитель, Но ты Ошибаешься, Погода Неблагоприятная, До заката Рыбакам В море Нечего Делать. Ах Так, Скричал Иисус, Я Ошибаюсь, Посмотрим, Я вам Сейчас Всем Покажу. Послушай-ка, Петр, Не согласишься ли Ты Продолжить Прогулку И взять Меня С собой? Апостолы Переглянулись. Они Едва Не Валились С ног От усталости, Однако Никому Не хотелось, Чтобы Учитель Принял Их За Слюнтяев. Плывем, Согласились Они Хором, Все По местам. Через Полчаса Они Были Уже Далеко От Берега. Дул Свежий Ветер, Морща Поверхность Озера. А Ну, Друзья, Скомандовал Миропомазанный, Забрасывайте Сеть. На Ловцов Дохлых Собак Было Жалко Смотреть. Тем Не Менее Они Повиновались С видом Людей, Делающих Заранее Бесполезное Дело. Каково же Было Их Изумление, Когда В сетях Оказалось Полно Рыбы. Ну, И Чето? Спросил Иисус. Чето Теперь Скажете? По-вашему, Погода Не Подходящая, А по-моему, В самый раз. Сказываю Вам, Сегодня Сколько Раз Не Забросите Сеть, Пустой Она Не Вернется. Апостолы Не Могли Опомниться. Сыпав Рыбу В лодку, Они Снова Закинули Свои Снасти, И Снова Сеть Оказалась Полна. Рыба Билась В каждой Ячейке, Веревки Едва Не Лопались. Мимо Проплывала Другая Лодка. Какие-то Рыбаки Возвращались С пустыми Руками. Апостолы Крикнули Их На Подмогу, И Через Четверть Часа Обе Лодки Были Полны До Краев. Для Апостолов Рыбаков Это Было Настоящим Откровением. Они Бросились Перед Христом На Колени, И Симон Камень От Имени Всех Сказал Учитель Ты Воистину Господь Всемогущий Удались От Нас Ибо Мы Всего Навсего Простые Рыбаки. Странное Заявление Не Правда Ли? Казалось Бы Ученики Должны Были Радоваться Что Среди Них Оказался Некий Индивидуум Способный Творить Чудеса. А Вот Поди Ты Вместо Этого Они Пришли В Ужас Для Того Чтобы Их Понять Надо Знать Одно Старое Поверье Древние Евреи Считали Что Человек Узревший Бога Не Жилец На Этом Свете Поэтому Петр Сыновья Завидеевы И Все Прочие Перетрусили Не На Шутку Умирать Никому Не Хотелось Иисусу Пришлось Их Успокаивать Ничего Не Бойтесь Сказал Он Затем Намекая На Неудачную Ночную Ловлю Добавил Раз Вы Без Моей Помощи Не Можете Поймать И Карася Придется Вам Переменить Профессию Отныне Сделаю Вас Ловцами Человеков Басня О Чудесной Рыбной Ловле Имеется Лишь В одном Евангелии Из Четырех У Луки Глава Пятая Стихи Первый Одиннадцатый А право Жаль Такое Чудо Могло бы Заинтересовать И остальных Евангелистов После этого Они Вернулись В селение Но Кто Был Буквально Сражен Их Чудесным Уловом Так Это Папаша Зеведей Ну Знаете Это Уж Слишком Возопил Он Такой Улов И В Такую Погоду Тысячи Чертей С Чертенятами Поистине Это Чудо Из Чудес В Тот День Иисус Имел Полную Возможность Просветить Своих Учеников Не Дожидаясь Духово Дня То Бишь Второго Дня После Своей Смерти Дабы Небесный Свет Озарил Их Душ В самом деле Апостолы Узнали В Евсаиде Что станут Ловцами Человеков Но Все Комментаторы Евангелия Сходятся На Том Что Ни Петр Ни Его Товарищи Не Поняли Истинного Смысла Этих Вещих Слов Лишь Святой Амвросий Живший В первых Веках Нашей Эры Сумел Объяснить Этот Отрывок Из Евангелия От Луки Иисус Утверждает Сей Отец Церкви Совершил Чудо С рыбной Ловлей Дабы Показать Апостолам Сколь Великую Власть Над душами Человеческими Передает Он В их Руки Это Чудо Образно Воплощало Их Миссию Однако Им Надлежало Покинуть Игенесаретское Озеро Ради Моря Людского И жить В постоянных Трудах И заботах Среди Волн Страстей Человеческих Их Мирная Жизнь Должна Была Смениться На Бурную И Страшную Однако За это Их ожидала Неоценимая Награда Свой Жалкий Промысел Они Оставляли Ради Служения Небесам Свои Грубые Снасти Меняли На Сети Евангелия Которые Не убивают Добычу А наоборот Сохраняют Оберегают И Выносят К свету Тех Кто Пребывал Без Без Дни Тьмы Святой Амвросий Лука Книга Четвертая Так вот В чем Заключается Ремесло Ловцов Человеков Таким Образом Ваш Приходской Священник Друзья Читатели Тоже Ловец Человеков Его Орудие Сети Евангелия И когда Он Проповедует Какую-нибудь Несусветную Чушь Путаясь В кухонной Латыни Или Семинарской Церковнославянщине Он Оказывается Извлекает Вас Из Бездны Тьмы И Поднимает К свету Вы Его Рыба К сожалению Святой Амвросий Говоря О блестящем Будущем Которое Иисус Обещал Апостолам Попал Пальцем В небо Все Они Кончили Весьма Плачевно Из Шести Учеников Присутствовавших Во время Чудесного Лова Пять Были Приговорены Судом К смерти И казнены Как Обыкновенные Проходимцы А Шестой Иоанн Умер Сумасшедшим Как бы Там ни было Если Наши Шесть Молодцов Так И не Поняли Толком Что Подразумевал их учитель Под новой Профессией Ловцов Человеков Они По крайней мере Успокоились И вновь Прониклись К нему Доверием Никто Больше Не просил Иисуса Уйти Подальше Напротив Матфей Они 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 Мир Мир Помазанный Ходил По всей Галилеи Учав Синагогах Их И проповедуя Евангелие Царствия И исцеляя Всякую Болезнь И всякую Немощ В людях Матфей Глава Четвертая Стих Двадцать Третий Приведем Еще один Случай Волшебного Исцеления Однажды Иисус Пришел В город Название Которого К сожалению Осталось Неизвестным Здесь Подошел К нему Человек Простерся Ниц И стал Умолять Чтобы Христос Его Вылечил Этот Несчастный Страдал Невообразимо Его Тело Пожирала Одна из Самых Страшных Болезней Проказа Проказа Поражающая Кожу Больного Придает Ей Вид Грубой Слоновой Шкуры Поэтому Медики Называют Такую Разновидность Слоновьей Проказой В Европе Она встречается Довольно Редко Зато В Египте На Арабском Востоке И вообще В Азии Это явление Обычное Причины Вызывающие Проказу До сих пор Неясны Поэтому Неудивительно Что в древности Евреи Считали Ее Карой Небесной За самые Тяжкие Тайные Грехи И Преступления У больного Небесной Особенно не являлись в этом смысле исключением. Прокаженных изгоняли из общества, им запрещалось входить в Иерусалим, они были обречены скитаться среди полей, а когда им нужна была пища, они просили милостыню, окликая издали городских стражников. Кроме того, они были обязаны ходить в лохмотьях, как плакальщики на похоронах, наголо брить головы, прикрывать рот особой повязкой и под страхом немедленной смерти предупреждать о себе всех прохожих зловещим криком «Нечистый! Нечистый! Я нечистый!» Некоторых прокаженных жрецы пытались лечить. То были богачи, внезапно пораженные страшным недугом. В Библии в книге Левит подробно описывается такая процедура очищения. Жрец вместе с прокаженным уходили подальше от города, захватив с собой двух воробьев. Пташек живых, чистых. Одного воробья жрец закалывал в сосуде глиняном над водою живою. Затем, омыв живого воробья и палочку из кедрового дерева в крови жертвы, жрец семь раз окроплял прокаженного этой кровью, после чего сразу выпускал живого воробья на волю. Теперь прокаженный должен был выстирать свои лохмотья, чисто вымыться и сбрить все волосы на теле. Семь дней он проводил в затворе, а на восьмой, еще раз вымывшись и обрившись, приносил в жертву двух агнцев однолетних непорочных и одну овцу однолетнюю непорочную и три десятиной муки пшеничной, смешанной с елеем и меру елея, а также значительную сумму денег жрецу за труды. Получив свой гонорар, жрец произносил таинственные заклинания, мазал овечьей кровью, перемешанной с мукой и елеем, правое ухо больного и пальцы на его правой руке и ноге, затем, вылив ему на голову остаток елея, жрец объявлял прокаженного очистившимся. Левит, глава 14. Разумеется, прокаженный оставался прокаженным, однако этот обряд снимал с него предписанные законом жестокие ограничения и давал право жить и лечиться, как он хотел. В хороших условиях он мог действительно выздороветь, потому что слоновье проказа в принципе излечимо, и тогда суеверные люди приписывали эту заслугу сверхъестественному могуществу жрецов. Наш прокаженный, о котором в Евангелии от Марка упоминается сразу же после чудесного лова, как видно, не имел средств на обряд очищения. Вполне понятно, что, узнав о приходе Иисуса, он бросился к нему со всех ног, громко крича, — Господи, если захочешь, можешь меня очистить. Тогда Иисус, смилостившись над ним, простер руку, коснулся живого мертвеца и сказал, — Хочу очистить. И страшная болезнь, для излечения которой требовались годы и годы самого тщательного ухода, в тот же миг прошла без следа. Так на личном счету ходячего слова появилось еще одно чудо и весьма достойное. Апостолы были восхищены. К тому же бывший прокаженный явно стоил потраченного на него времени. Он тут же бросился перед Иисусом на колени, всячески выражая вполне понятную радость. Однако сын голубя прервал его благодарственные излияния. — Друг мой, — сказал он, — если хочешь доставить мне удовольствие, не рассказывай обо всем этом ни одной живой душе. Я ведь по натуре человек скромный, застенчивый. Достаточно будет, если ты пойдешь и покажешься первосвященником, чтобы они, если понадобится, могли тебе выдать свидетельство о выздоровлении. Чудесный исцеленный понял намек правильно. Вместо того, чтобы держать язык за зубами, он пошел звонить о своем выздоровлении на всех углах. Так что вскоре Иисусу не стало покоя. Куда бы он ни шел, всевозможные больные осаждали его на каждом шагу. Марк, глава первая, стихи 40-45. И слава о нем распространилась по всей Сирии. К нему приходили отовсюду. Апостолы сами представляли Иисусу всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял всех подряд, не прибегая ни к каким лекарствам. Матфей, глава четвертая, стих 24. Иисусу всенародное признание начало уже надоедать, и он удалился от больших городов. К тому же он не хотел привлекать внимание ни в меру подозрительного Ирода. Поступив таким образом, сын голубя проявил должную осмотрительность. Когда через несколько дней после исцеления прокаженного он вернулся в Капернаум, его там ожидали фарисеи и книжники, собравшиеся не только со всей Галилеи, но также и из Иудеи и даже из самого Иерусалима. Подумать только, до чего же эти люди были упрямы. Ведь Христос совершил столько чудес и таких чудес, что любой другой на их месте давно бы уверовал в божественность великого исцелителя. А они вместо этого дотошно изучали истории болезни исцеленных, закрывая глаза на самое главное – неземное происхождение Иисуса. Большего ослепления невозможно и вообразить. Зато жители Капернаума вели себя куда умнее. Ходячее слово творило чудо за чудом. Поэтому все капернаумцы дружно решили признать его, если не богом, то во всяком случае отменным колдуном. И вот, когда разнесся слух, что Иисус сдержал свое обещание и снова пришел в Капернаум, к дому, где он остановился, ринулись целые толпы. Внутри и снаружи собралось такое множество народа, что никто уже не мог ни войти, ни выйти. — Боже, какое счастье видеть тебя в добром здравии! — наперебой восклицали посетители. — Поверьте, я также рад, что вы все живы-здоровы! — отзывался Иисус. — Если у нас в городе не осталось больных, то это лишь благодаря тебе, учитель! — Я всегда к вашим услугам, друзья. Но, может быть, все-таки у вас еще остался какой-нибудь бесноватый, лунатик, ну, или на худой конец прокаженный? — Нет, господи, ни одного! — Жаль, жаль, то есть тем лучше, тем лучше. Про другие города этого не скажешь. — Черт побери! Нельзя же быть в пятидесяти городах одновременно! Блаженны лишь те, кто сподобился видеть твои чудеса! Иисус ухмыльнулся при мысли о наивности этих людей, воображающих, будто его всемогущество имеет пределы. И еще бы! Ведь если бы он пожелал, ему ничего бы не стоило появиться одновременно не то, что в пятидесяти городах, а сразу во всех населенных пунктах земли и исцелить все болезни в мире. И если он этого не сделал, то очевидно лишь потому, что не хотел чрезмерно баловать своих современников. В то время, когда Иисус предавался подобным размышлениям, крыша дома внезапно раскрылась. Восточные дома обычно имеют плоскую кровлю с раздвижной частью. Именно эту подвижную часть и сняли капернаумцы, взобравшиеся на крышу. В отверстие протянулись руки, и вот четверо мужчин осторожно спустили вниз паралитика на его постели. Это был последний больной капернаума. Те, кто его нес, отчаялись пробиться к двери сквозь многочисленную толпу. Легче было взобраться наверх и проникнуть в дом не совсем обычным путем. Иисус был польщен этим новым проявлением веры в него. Он протянул к расслабленному руку и сказал, — Верь мне, дружище, ты болен из-за своих грехов. Так вот, отныне прощаются тебе грехи твои. Здесь Новый Завет доводит до нашего сведения, что в толпу обращенных затесалось несколько осведомителей Синедриона. Услышав последние слова ходячего слова, шпики начали перешептываться между собой. — Ей-богу, нахайство этого парня хоть отбавляй. Мало того, что он излечивает больных, теперь он еще отпускает им грехи. А по какому праву? Кто может прощать грехи, кроме Бога? Однако Иисус, тотчас узнав духом своим помыслы осведомителей, повернулся к ним и сказал следующее. — Эй, вы, для чего так помышляете в сердцах ваших? Вас шокировали мои слова. В таком случае, будьте добры, посоветуйте, что легче сказать расслабленному «Прощаются тебе грехи твои» или «Встань и сматывайся отсюда». Молчите. Так вот, чтобы вы знали, что я имею право прощать грехи, я говорю этому паралитику «Встань таки, возьми постель твою и иди в дом твой». Расслабленный тотчас встал, свернул свою подстилку и вышел. Буря аплодисментов прокатилась по всему дому. А шпики удалились, пристыженно бормоча сквозь зубы. — Вот дьявольщина! Такого мы еще не видели. Марк, глава 2, стихи 1-2 Евангелие не сообщает, что фарисеи сразу же собрались на совет и начали думать, как бы им засадить Иисуса в крепость Махер, где уже отбывал срок его кузен-креститель. Однако нетрудно предположить, что именно с этого дня они твердо решили избавиться от невмеру беспокойного врачевателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова